Девятые и десятые уровни Естественно тебе в принципе в эту игру будет не совсем комфортно играть Зоны небольшие куда нужно пробивать И у тебя будут реально проблемы Это все понятно Также говорят то что на девятых и десятых уровнях пиксель хантинг И поэтому они не играбельны Но это тоже не совсем так Потому что если взять схемы бронирования на восьмом уровне и на десятом То разницы особо большой нету Тем не менее на восьмых уровнях все играют особо там не жалуются То есть возьми того же леопарда на восьмом уровне У него слабое место люк мехвода так же как и у десятого Возьми того же обрашу тоже самое люк мехвода так же как и у десятого То есть в этом плане особо машины схемы бронирования не различаются Ну и я даже по себе помню то что вот садишься на восьмурки И как-то совсем себя легче чувствуешь Намного проще как-то играется Садишься на десятки и это под, 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 под Первая не совсем стандартная причина этому Это то что на десятых уровнях играют одни скиловички Статисты так сказать Ну и это на самом деле так Все задроты, все статисты играют на десятках По двум причинам собственно говоря Потому что вас не кидает к уровням выше Вы всегда в топе либо со своим уровнем Во-вторых на десятках если вы умеете В десятке можно набивать статку То есть в плане там среднего урона Потому что ну и само собой здесь орудия самые мощные Они самые дамажные И поэтому вывозить с рядуху там больше пяти тысяч На них гораздо проще чем на танках естественно там восьмого уровня Это собственно говоря причина номер один Естественно все кто попадает на десятые уровни И кто играет так себе Попадают против в основном одних статистов И для них они становятся просто кормом Реально все кто играет так себе На десятках они просто страдают Здесь реально здесь нужно очень жестко уметь стрелять хорошо Здесь на стоковом танке вообще делать нечего Короче говоря в этом плане здесь ну просто Новичку скажем так делать нечего Его быстро разрывают Он не успевает толком надамажить Ему хоть и вроде бы там зоны небольшие Но все кто умеет хорошо играть Эти зоны без проблем выцеливают Естественно пробивают И в итоге игроки не очень скилловые Быстренько там сливаются И вообще в ужасе от этих десяток Ну и соответственно если говорить про девятые уровни Которые попадают к десяткам Сами понимаете там вообще получается все плохо Мало того что вы на машинах которые слабее чем десятые уровни Соответственно есть такие машины как например МС который вообще не сбалансирован под такие плюс-минус один бои У него прочности ну явно не для своего уровня А его еще и кидает к десяткам И в общем-то разработчики как-то особо в этом плане не парятся Уже сколько времени Типа ай так сойдет дождемся баланса 2.0 А вы пока страдаете на МС Ну и как я уже говорил С этим всем счастьем вы еще и попадаете К десятым уровням на которых играют статисты Итого вы попадаете на танках которые хуже Еще и к игрокам которые играют довольно хорошо Это первая причина Но есть еще и вторая Как вы знаете на десятых уровнях У нас в основном играют какие танки? Правильно ОБТ И только и лишь иногда эти баталии разбавляют такие машины Как Сфинкс, ПЛ и Т-15 Но Т-15 как бы еще та не совсем легкая цель Которую тоже нужно уметь пробивать ПЛ более или менее тоже умеет танковать Сфинкс из-за того что у него багованная модель Тоже нет-нет нормально так ВЛДшкой отбивает Либо рикошетит снаряды Итого я к чему Только лишь когда попадаются девятые уровни Более или менее сетап противника Разбавляется танками Ну картонными скажем так танками В виде там крабов В виде я не знаю кого там еще драка То есть какие-то появляются машины Которых ну ОБТшкам довольно таки легко убивать Если вы попадаете чистым десяткам То это как правило против вас Примерно 12-13 ОБТ Которые надо серьезно попотеть чтобы убить И как только вы убиваете одно ОБТ Выезжает тут же другое ОБТ У которого нормально так прочности И он вам сам нормально в щитах может дать И попробую еще выцелить у него это слабое место И в итоге каждый раз эти бои протекают В виде бесконечного пота Бесконечной перестрелки с нескончаемыми ОБТ И они все ОБТ одно убьешь Другое выезжает ОБТ ОБТ одни ОБТ То есть я думаю вы поняли к чему я Просто вторая причина неиграбельности этих уровнях Банально в том что не хватает разнообразия техники Не хватает картона Заходишь на какой-нибудь 6-7 уровень И там примерно техника делится Процентов 30 это ОБТ Процентов 30 ББМок И процентов 30 там всяких ЛТшек и Тшек Примерно так все делится Заходишь на десятки И да здравствует нескончаемое количество ОБТ То есть начиная с 7 уровня Чем выше уровень Тем меньше разнообразие техники Тем меньше картона И само собой сами понимаете Если вы выезжаете на 7 уровне И против вас там Не знаю штук 5 там этих БМДшек Или БМПшек каких-нибудь Они конечно... А вы на ОБТ Да естественно они вам конечно Птурами там люлей тоже могут дать Но у вас проблем абсолютно никаких нет С выцеливанием их Вы просто кидаете в силуэт А на 10 уровне такого нету Даже та же Т-15 Вроде тоже ББМка Но ты попробуй ее Тебе надо знать Куда ее выцеливать Куда тем стрелять Все не так просто Со Сфинксом я уже говорил То что в принципе он картонный Но блин Постоянно какие-то рикошеты Непробития И всякая непонятная фигня То есть первая получается у нас причина Это то что на высоких уровнях Как в общем-то наверное везде И всегда играют статисты Но и помимо еще и этого Эти все статисты играют исключительно На ОБТхах И просто-напросто нету разнообразия техники В ближайшее время у нас должен появиться Баланс 2.0 Который по идее должен подрошить Схемы бронирования техники Станет попроще их выцеливать Как я понял Пробивать Но тем не менее Естественно статисты никуда не денутся С десятых уровней И все так же Нужно будет разнообразие техники И от этого точно никуда не деться Я же пока играю на десятках Банально просто потому что Во-первых я хочу выкачать всю технику Во-вторых В общем-то меня никогда не пугали трудности И я люблю Всякие такие челленджи Вызовы Чем сложнее Тем бывает даже наоборот Интереснее Обзоры кстати говоря я пока делать не буду Кому обещал по поводу Меркавы Все это дело пока я откладываю Опять же по той же причине Буквально уже скоро на днях Должно будет я думаю появиться На ПТСке обновление 0.19 А потом и на основе Которая собственно и Принесет нам этот самый баланс 2.0 Ну а там как я уже говорил Будет довольно много изменений И в том числе изменений В плане техники В плане бронирования Этой самой техники В плане там и экипаж И командиры Должно будет поменяться И с оборудованием Там что-то собирается делать Короче говоря Там будет куча изменений И так как это будет Совсем скоро Смысла пока эти обзоры Делать нет Оставляйте под видео Комментарии Пишите что вы думаете По поводу всего сказанного Чего вы ждете От этого баланса 2.0 Если вы его вообще Конечно ждете Я надеюсь По крайней мере Ну а с вами был Чавец Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok